Сегодня мы находимся в эндокринологическом научном центре и пообщаемся с профессором, академиком Российской Академии Наук Галиной Афанасьиной Мельниченко. Мы узнаем и поговорим о том, как гормоны помогают нам жить и выживать в современном мире, а также как связаны искусство и эндокринология. Будет интересно. Галина Афанасьина, в интернете, если забить в любом поисковике первое слово «гормоны», хочу с этого начать, самые частые запросы, которые выпадают, это гормоны стресса и гормоны счастья. Это то, что ищут люди, когда хотят что-то узнать про гормоны. Скажите, пожалуйста, что для вас стресс, что для вас счастье, и действительно ли гормоны связаны с этими двумя состояниями? У нас очень упрощенное представление о том, есть ли гормоны стресса отдельно, есть ли гормоны счастья отдельно. Наверное, в числе многочисленных функций, которые играет каждый из гормонов, его можно приписать, например, обязательное выделение при стрессе или некое выделение при тех состояниях, которых мы считаем счастьем. Что для меня стресс, что для меня счастье? Ну, стресс, наверное, это когда я оказываюсь во временном цепноте. То есть я должна все успевать, а вот я чего-то не успеваю. Это достаточно частая ситуация. Что для меня счастье? Ну, наверное, самое большое счастье, это когда что-то получается. В частности, получается диагностировать какое-то редкое заболевание, получается написать какую-то хорошую статью или получается увидеть в своих учениках достижение каких-то очень интересных и высоких целей. Вообще счастье, конечно, жить. Счастье жить. Вы сказали, что стресс — это когда вы что-то не успеваете. И когда случаются такие ситуации, какая ваша стратегия, что вы делаете? Вы от чего-то отказываетесь или вы стараетесь мобилизоваться, как-то управляете своим временем? Как вы выходите из этой ситуации? Я, наверное, начинаю делать то, что я точно знаю, что у меня получится лучше всего. Пусть это и не срочное дело на этот момент, но это то, что я знаю, то, что получится легко. И, одним словом, перемена труда есть отдых. И, как ни странно, я поступлю парадоксальным образом. Я отложу ту работу, которую я должна сделать срочно, но она не получается, на нее нет вдохновения. И буду делать что-то такое, что может быть и не срочно, но что принесет мне радость. Ну и, например, тоже неплохой выход – это помыть полы. Или что-нибудь сделать такое полезное для человечества. Прям помыть посуду, сложить ее в посудомоечную машину. Одним словом, сделать что-то простое, понятное, что получится. Это позволяет переключиться, как-то настроиться? И подумать, что же все-таки на самом деле нужно делать. Вообще, очень часто, когда ты что-то делаешь, ты должен подумать. А вот точно ты должен сделать все это от первого до последнего момента? Или, может быть, есть кто-то, кому можно это поручить. И потом уже, проверяя эту работу, посмотреть на нее по-новому. Сколько в течение дня у вас занимает времени работы, сколько занимают домашние и семейные дела, сколько занимает время для себя? Как вот этот баланс между то, что вы должны сделать для других, то, что вы должны сделать для близких, и то, что вы можете потратить для себя, как вы его формируете? Это зависит, конечно, от дня, от конкретной ситуации. И я не уверена, что я смогла бы четко вообще разделить эти две вещи. Потому что иногда то, что ты делаешь для себя, на самом деле, для работы. Очень многое... Я для себя давно решила, что то, что я делаю для себя, я должна все равно просматривать это под углом, как это нужно моей работе, и как это нужно моей семье. Как-то все сливается, выединяется. Давайте немножко поговорим про ваш профессиональный путь, про ваше образование, про вашу работу. И у меня есть такой интересный вопрос. Вы окончили институт, ординатуру, аспиратуру в Втором медицинском институте. Правильно? Нет, только институт. Институт. А ординатура уже проходила здесь. Ординатура здесь. А потом перешли на работу и долгое время работали в Первом меде. И, собственно говоря, вопрос мой классический. Все-таки Первый мед или Второй мед? Что вы считаете своей альмематор? Что вам ближе? Какой вуз по духу? Или, может быть, оба? У меня две матери. Да. Я счастливый человек. У меня две матери. Когда-то, когда я приходила учиться в медицину, было принято считать, что Второй мед больше стоит на Земле, Первый мед более академичный. И тогда мне хотелось быть во Втором меде. Были еще некоторые нюансы, но, одним словом, Второй мед. А потом мне выпало счастье, уже когда я была кандидатом наук и окончила аспирантуру здесь, в Энце, в эндокрологическом научном центре. Мне выпало счастье прийти в Первый мед. И я его полюбила по-настоящему. Полюбила этот невероятный интеллектуальный потенциал. Полюбила коллектив. Одновременно я очень остро почувствовала, что такое уйти тоже из коллектива с очень хорошим интеллектуальным потенциалом. Вас не ревновали во Втором меде к Первому и в Первом меде к Второму? На какой-то период жизни я вообще была не тем человеком, которому очень стоило ревновать. Тогда это было не так интересно. А потом, как мне кажется, мы делали все во всех наших медах и в нашем институте эндокринологии, чтобы работать вместе. Я считаю себя человеком, у которого было две матери и один строгий воспитатель. Эндокринологический научный центр. Наверное, отец. Здорово. Какой самый яркий эпизод из студенческой жизни или, может быть, из уже периода становления молодого врача, из-за радионатуры, из аспирантуры? Что такое, что вы вспоминаете до сих пор? С улыбкой или, может быть, с каким-то чувством приятного волнения? Существует очень интересная фраза. Надо так жить, чтобы было много чего вспомнить, но стыдно рассказать. Поэтому выбор воспоминаний – это дело такое очень сложное. применительно вот к сегодняшней ситуации я могу сказать об эпизоде, который я считаю ярким, из которого я всегда начинаю рассказ о своей жизни. Я дочь фармацевтов, и для меня химические формулы… Моя мама, когда еще продолжала учиться в институте, тоже, кстати, в первом меде, когда я была школьницей. Для меня химические формулы – это такая вот часть жизни, понятная. Вот почему их рисуют, почему у них номера пишут. И у нас была биохимия, как и у любых студентов в втором курсе. И очень мелким шрифтом, петитом, была написана глава биохимии астероидов. И когда я пришла утром в институт, я поняла, что, во-первых, по-вторых, я одна в группе ее прочла, потому что петит читать не обязательно. А во-вторых, я помню ее от слова до слова. Я просто помню ее до корки до корки. Почему? Что меня поразило? Меня поразило то, что минимальное изменение структуры атомов, присоединяющихся к кольцу циклопентан-бергидрофинантрена, принципиально меняют действия. Кортизол и 17-оксипрогестерон не так уж сильно отличаются по картинке, по формуле. Но как они по-разному влияют на человека? Насколько иначе влияет альдостерон? И когда, на мой взгляд, очарующая магия стероидов, стероидогенеза. И вот это было такое яркое воспоминание, что, в принципе, я одна помню, что это. Да, наверное, я поняла, что это да. Вот это то, что мне интересно. А как вы проводили обычно свое время во время студенчества? Если вы же видите, многие поколения студентов, как педагог, как преподаватель, как профессор, как они трансформируются на протяжении времени. И вот если сравнить то свободное время, те увлечения, которые есть у студентов сейчас, и то, как вы проводили свое время в студенчестве. Есть какие-то схожие различия, сходства, различия? Что было интересного в вашем студенчестве? Мне в какой-то степени повезло по жизни, потому что мой будущий муж, мы вместе учились в школе, и он был физиком в МГУ. И вот это вот театр Архимед МГУ, он очень много сделал потом для развития вот бардовской культуры и так далее. Театр Архимед МГУ. Кроме того, тогда началось такое движение реставрации памятников старины. И вот Соловки, утратив статус концлагеря, стали готовиться к функции музея. И я тогда с МГУ, с физфаком МГУ, участвовала в первом реставрационном строительном отряде на Соловецких островах. Это не был туризм сегодняшнего дня. Это был абсолютно пустой остров. Вот весь Соловецкий остров, весь Соловецкий монастырь. Вот эти гигантские палаты. Это печь, которую ты топишь. И я очень благодарила свое деревенское детство, что я знала, что в южку-то вынимать надо. Поэтому что еще поразительно в этой студенческой жизни, по сравнению, может быть, с сегодняшней, она была относительно, скажем так, добродетельна. У нас было достаточно мало людей, чей образ жизни резко отличался от стандартов. Но даже у этих людей их, ну скажем так, самым страшным, что они могли сделать, это пойти на бега и поставить на какую-нибудь лошадь, которая бы играла, и потом выпить. То есть, хотя нет, я, наверное, уже идеализирую свою юность. Были страшные поступки, но это было исключение из правила. И второе. Мне очень сложно действительно думать об общей студенческой жизни, потому что я действительно была очень закручена в ту жизнь, которую я считала важной. Это вот реставрационная работа, это студенческая самодеятельность Архимедовская, но я была абсолютно зрителем. Ну и, наверное, это любовь во всех ее проявлениях, которая всегда очень занимала меня. Любовь в лучший досуг. Ну, во всяком случае, да. Ясно. И раз уж мы заговорили про искусство, про театр, про реставрационные работы, я хотел бы немножко поговорить с вами про вашу новую замечательную книгу. Я даже вот ее приготовил. Спасибо большое. В этом году у вас вышла книжка «Эндокринология в искусстве». Но я знаю, что вы этой темой давно занимаетесь, давно интересуетесь. У вас были и на центральных каналах передачи, и много есть роликов в интернете, где вы рассказываете про интересные факты. И хотелось бы спросить, а какую вообще роль искусство играет в вашей жизни? И как вы, врач, профессор, ученый, пришли именно к такому направлению? Ну, во-первых, она вышла не у меня. Это у нас два автора. Это Иван Иванович Дедов, который, в общем-то, сказал, а давай сделаем. Вот. И ваша покорная слуга. Очень давно, еще в школе, была такая опция, которую мы получали, школьники, абсолютно бесплатно, от государства. Это дополнительное обучение в Пушкинском музее, которое отец Святой построил. И тогда там было довольно много семинаров, и как-то я очень активно туда приезжала, мы даже какие-то самостоятельные работы делали. И это как-то вошло в жизнь абсолютно нормально. А потом, вот я уже говорила о том, что химическое кольцо, цеплодвинтанты, гидрофинонтрена, было удивительным образом, моделируясь по-разному, влиять на человека. Я начала думать об эндокринологии, и это удивительная наука, потому что здесь действительно трамвайный диагноз очень несложен, и нас, эндокринологов, скорее удивляет то, что другие не видят то, что мы видим, чем то, что надо же как-то увидеть. И постепенно картины стали рассказывать мне не только о том, что, хотел сказать художник, но отчасти о том, чем же эти люди болели, и почему с ними происходили те или иные обстоятельства. Это когда вы начали этим интересоваться? Это еще в студенчестве? Думаю, в студенчестве. Когда мир открылся, и наши возможности путешествия вышли за рамки одной страны, когда у нас колоссальное богатство в России, художественные, картинные галереи, но все-таки возможность посещать картинные галереи в других странах, это очень тоже большая ценность. Поразительно, конечно, изменение размеров. То есть то, что могло оказаться на репродукции достаточно небольших размеров, оно, в другом случае, оказывается громадным. Но, в общем, и ощущение цвета, конечно. Цвет меняется, и репродукции все равно не передают того цветового богатства. И вот это вот какая-то смесь такая увлечения теми же реставрационными работами. Когда мы выехали на Соловке, о которых я уже говорила, с нами занимались ведь там искусствоведы. Я думаю, что на протяжении, наверное, лет 15 я могла свободно отличить Псковскую икону от Новгородской и примерно так датировать с точностью до четверти века. Сейчас, конечно, я это уже утратила. Но я думаю, что это то, что с нами занимались. И потом есть еще одна особенность. Вот вы говорили, да, чем студент нынешний отличается от студента прошлого. С одной стороны, я все время вспоминаю такую, ну что ли, шутку. Ах, внученька, если бы я могла носить такие платья, как ты носишь теперь, разве таким у тебя был бы дедушка? Вот я сегодня, ну я сегодня как раз завидую. Если бы я могла иметь тогда интернет, если бы я могла тогда несколькими кликами, получить ответ на любую заданную проблему, может быть, я достигла бы гораздо большего. Ну а с другой стороны, сколько же мусора-то мне вылетает? Сколько мусора мне прилетает, когда я нахожу этот ответ? И поэтому вот то, что тогда мы рылись, рылись очень старательно в библиотеках, то, что мы тогда, ну, жили во многом в музеях, да, кстати, театр. Театр той поры, когда попасть на Таганку, да, было невероятным подвигом. Или, кстати, когда Московский кинофестиваль, когда мы специально покупали билеты на какой-то очень там нехороший фильм, а потом прятались под стульями, чтобы потом уже без билета попасть на тот фильм, на который попасть-то нельзя, за шторами. В общем, вот ощущение того, что я должна найти что-то, найти что-то очень ценное, это было очень важно тогда. Скажите, пожалуйста, книжка, я ее вчера сидел, листал, она, конечно, интересна, много разнообразных фактов, но вот если бы я оказался в какой-то, как говорится, тусовке, интересной компании, и заходил бы произвести впечатление интересным, удивительным фактом про искусство и эндокринологию, ну, то есть, чтобы показать себя, что я такой весь эрудированный. Про что бы мне рассказать? То есть, когда вы готовили этот материал, имея энциклопедические знания и большой кругозор, что удивило вас больше всего? То есть, что запомнилось и про что бы мне рассказывать в компании? Ну, я же не готовила это как-то в один присед. Все это оставалось. Вот вся цитируемая литература, тот же Беляев, да, это то, что вошло в детство и вошло просто вот навсегда и прочно. Тот же, та же Цитадель Кронина. Вот, кстати, очень поучительная с позиции организации здравоохранения. Я привожу Цитадель Кронина, если вы хотите, в тусовке. Ведь в тусовке, скорее всего, речь зайдет о том, что как же плохо у нас устроена медицина. Я должен буду оппонировать последовательно, грамотно и приводя какие-то факты. Да, и первый пример – это роль граждан как таковых. Вернемся к той же Цитадель Кронина. Я привожу ее как историю, найденной молодым врачом, миксидемы, тяжелого гипотириоза, у шахтера. А как это врач оказался у этих шахтеров? Вот английский шахтерский поселок, 20-е, 30-е годы. И они выбирают врача в свой шахтерский поселок. Они выбирают, ну там, по резюме, по СИВИ и так далее, по личным качествам. И шахтеры для своей страховой кассы, это их страховая касса, это их деньги, они очень придирчивы и очень строги к этому врачу. Но они относятся к нему с бесконечным уважением. И вот ответственность общества за свою медицину, понимание того, что может быть даже врач важнее, чем новые ботинки, которые нужно купить. Вот ответственность общества за свое здоровье, она поражает. Поэтому я привела бы эту стату. Тогда, конечно, я запомнила мексидему, гипотиреоз. А вот теперь я все чаще и чаще привожу в пример вот этот поиск врача. Осознание того, что врач – это очень важный человек в твоей жизни. Скажите, пожалуйста, как шла работа над книгой? То есть с чего начать, как собрать такой уникальный материал и как сделать из него не просто пестрое одеяло, а единую картину? Сама идея, что это можно сложить в книгу, она пришла в голову, наверное, трем людям. Это бесспорно была не я. Я использовала тот или иной материал в лекциях, мы обсуждали с коллегами. А потом сделать из этого книгу предложил Академик Дедов Иван Иванович. Независимо друг от друга. Ныне член КОР РАН, а тогда мой ученик, профессор Фадеев Валентин Викторович. И мой муж, мой многострадальный муж, который очень много сделал для того, чтобы вот все эти технические возможности были решены. Потом постепенно, когда, ну, во-первых, всегда, когда на лекциях ты показываешь что-то еще, и коллеги знают, присоединились к этому и мои бывшие студенты, ныне профессора. То есть какой-то материал был получен ныне профессором Шилиным. О каком-то материале, какую-то идею подсказали зарубежные коллеги, в том числе и Соединенных Штатов. Очень много по йодному дефициту предложил, ну, тоже ныне живущий в Соединенных Штатах профессор Герасимов, который многие годы занимался ликвидацией этого йодного дефицита. Есть картины, которые я специально обсуждала с академиком Петерковой по детской эндокринологии, поскольку там есть одна спорная вещь, и был такой консилиум, что же там все-таки изображено. Поэтому я вот в книге выразила благодарность всем тем, кто участвовал в обсуждении этой книги, ну, и были определенные даже такие споры, какие репродукции уместно включать, какие нет. Это была большая коллективная работа. Будет ли какое-то продолжение? Честно говоря, у меня хранятся какие-то наброски, которые хотелось бы дописать и включить, но пока еще вот пусть немножко отлежится. Здесь еще была предварительная книга, которая была напечатана уже фирмой, она есть у многих эндокринологов. Эта работа уже отличается принципиально, потому что здесь больше еще литературных ссылок, которые есть, и обсуждение литературных данных. Собственно, с Магдаленой я когда-то дебютировала в первом меде на патоанатомической конференции, которую вел академик Серов. Была умершая больная с опухолю надпочечника, и тогда я выступала как рецензент по клиническому случаю. Конечно, это был дебют такой в нашей патоанатомической конференции, когда показывалась картина для объяснения тонатогенеза. Творческий подход. Да. Вот это, наверное, это вот самое первое, которое я ввела в обиход. Есть, кстати, да, наверное, есть тоже интересно. Есть картина, которая уникальна, и которая не отсутствовала вообще в литературе, и в искусствоведческой, насколько я знаю. Она... Но уникальность в том, как раз, новая технология. Я ее увидела в замке Виландри во Франции. Это художник школы Гоя. Там в силу ряда причин в этом замке большая коллекция испанской живописи. Я совершенно точно знала, что этой картины нет в медицинской литературе. И тогда я, вернувшись в Москву, написала письмо владельцу и директору замка и рассказала, что вот эта вот картина в медицинской литературе отсутствует. И я вот... Мой муж сделал фотографию, я хотела бы ее разместить для публикации. Вопрос об интернете. Через 15 минут я получила ответ, что он очень рад, что я обогатила его новыми знаниями о его коллекции. И он прислал... Владелец замка прислал мне хорошую репродукцию, чтобы я поместила. Дальше репродукция была сложная судьба. Где-то разместили ее черно-белой, где-то какой-то не такой, поэтому я не могла никак послать. Но сейчас я уже с радостью послала вот эту книгу владельцу замка с благодарностью за то, что я получила такое разрешение. Поэтому у некоторых иллюстрации сложная судьба. Ну и издательству пришлось брать разрешение на репродуцирование некоторых картин. Действительно, врач играет огромную роль в жизни человека. И вы упомянули про интернет, про доступность информации, если сравнивать, что было раньше и что есть сейчас. Это тоже накладывает свой отпечаток на ту коммуникацию, которая выстраивается между врачом и пациентом. Потому что в интернете есть большое количество людей, каждый становится экспертом, советует про здоровый образ жизни. Сейчас это очень популярно, в том числе и про гормоны. Вопрос из интернета. Интернет разделился на два лагеря. Одни говорят, что нужно для того, чтобы оставаться здоровым и активным, пить витамин D, а другие — йод. Правда, два лагеря? Да, это вот два лагеря. То есть от всех болезней. И хотелось бы все-таки узнать у вас, поскольку вы руководите национальной программой по профилактике йода дефицита. Все-таки что принимать? Витамин D или йод? Я даже затрудняюсь надевать только левый ботинок или правый. И вообще надо ли принимать? Вы знаете, здесь настолько много ложных посылов, что, наверное, об этом стоит поговорить подольше. Я очень благодарна вам за такую постановку вопроса. Честно говоря, мне не приходило в голову, что-то можно противопоставлять. Итак, йод — это абсолютно необходимый микроэлемент. Существует физиологическая потребность в йоде. Вот осознание того, что есть физиологическая потребность и йод нужен — это где-то эпоха после наполеоновских войн, когда, неся свободу всей Европе, Наполеон столкнулся с тем, что в армии надо менять участников сражений. И в Швейцарии было очень сложно найти солдат, потому что и воротничок не сходился, и право-лево, я прошу прощения за это, это очень досталось Малышевой, но все-таки и право-лево, кретины — это принятый термин из альпийских гор, не могли отличить. Это были громадные забы, и возникало, из чего же не хватает, потом узнали, что не хватает йода, и возникла швейцарская модель профилактики йод-дефицитных заболеваний, которая была принята очень легко и просто в молодой советской России. Объяснение этому удивительное дело Ивана Ивановича, и он абсолютно прав. Дело в том, что руководители молодой советской России в основном были в эмиграции в Швейцарии, и на их глазах произошло это изменение структуры заболеваемости, и развитие профилактики забов. Это было абсолютно понятной вещью. К сожалению, наша страна до сих пор так и не приняла закон о профилактике йод-дефицитных заболеваний. Мы в числе 13 стран, цифра такая нехорошая, 13 стран в мире, в которые этот закон не принят, при этом 113 он принят, а в некоторых просто нет йодного дефицита. Поэтому профилактика йод-дефицитных заболеваний с помощью использования, немая профилактика, использование в пище йодированной соли, и все, не надо пить йод, не надо наносить йодные сетки или капать йод в молоко. Здесь я тоже считаю, что вот это не входит в нашу книгу, но я думаю, что я узнала главную тайну Штирлица. Я убеждена, что я знаю, каким образом Штирлиц на самом деле вредил Германии. Если вы вспомните, вот, кстати, этот пример уже для молодого поколения почти ни о чем, как Кэт с двумя детьми, где-то там пряталась в люке, а два старых сыщика Кэт искали, то между ними происходил интересный диалог. Ведь они не нашли Кэт, они не справились с своей функциональной задачей, мы рады, как зрители, но они не справились с своей задачей. И вот они рассказывают, как они борются со склерозом. Один говорит, я коньяк пью, то есть алкогольная энцефалопатия. А второй, у меня денег нет на коньяк, я йод в молоко капаю. То есть мы столкнулись с проблемой резкого избытка йода, он йод в молоко капает, это безумные фармакологические дозы. У него развивается блокада щитовидной железы и гипотиреоидная энцефалопатия. Я думаю, это Штирлиц им подсказал такой способ борьбы, и это не доучил Семёнов в книге. Поэтому здесь никакого противопоставления нет. Эпопея с витамином Д другая. Она очень интересна, и она связана вот с чем. Витамин Д на самом деле, вы разговариваете с эндокринологом, правда? Открываю жуткую тайну. Витамин Д на самом деле гормон. Витамин Д, который мы получаем либо путем инсоляции кожи, либо путем приема определенных продуктов, это прогормон. И он превращается в активные формы. Для этого должны работать хорошо печень, почки. И когда это человечество осознало, для этого должны были появиться такие технологии, оценки неких стабильных метаболитов. Когда мы что-то определяем, всегда это не волшебство. Это химические реакции, которые на тех или иных платформах делаются. И оценить связь этих вот параметров с жизнью человека, сию секундно и проспективно. Дефицит витамина Д у детей и рахит, это давным-давно известная история. А вот вопрос, а у взрослых, да? Что отвечает оптимальной продолжительности жизни, так ведь? И минимальным риском, самым очевидным риском, было влияние на костную систему. И нехватка витамина Д, а их три, существует три гормона, участвующих в обмене кальция, гормон паращитовидных желез, витамин Д, да, его активная форма, гормон Д, и кальцитонин, который как-то очень странно действует в определенные возрастные промежутки, может переводить к тому, что нехватка витамина Д, а она в пожилом возрасте будет нарастать, поскольку и, в общем-то, в мини-бикини не полежишь в 70, и кожа несколько меняет свою способность к абсорбции, и питания. И солнце не так часто бывает. Да, а еще есть регион, где солнце бывает не так часто. И стало понятно, что влияние на скелет является основным. И тогда начали тетровать. Какой же уровень стабильной формы витамина Д, 25 окси-Д, то есть то, что можно более-менее надежно... Не подбирать дозу, правильно? Нет, не подбирать дозу, а смотреть, какой уровень 25 окси-Д в крови, да, соответствует нормальному уровню гормона паращитовидной железы. Как только его будет маловато, начнет выбрасываться паращитовидная железа, и будет выниматься кальций из костного депо. И вот эти два параметра сопоставляли, и отсюда возникала идея об оптимальном уровне 25 окси-Д. А теперь внимание самое интересное. Рекомендации различных ассоциаций различаются по этой нижней цифре достаточной обеспеченности 20 или 30 нанограмм в миллилитре. И, к сожалению, мы извлекаем совершенно новый поворот темы. А оказывается, ведь есть Big Pharma, да, и какие-то вещи очень интересно продавать, правда? И тогда, если мы будем менять этот уровень, да, то, может быть, увеличится продажа. И вот с позиций научных это спор. 20 или 30 – это оптимальная цифра. Вполне возможно, кстати, что это 25. Или 29, когда действительно парад гормона начинает вылезать. Истина где-то рядом, посередине. Посередине. Но вот как относиться к минимальной недостаточности, да? Вот 19. Если достаточно существует дешевый способ скорректировать. Да, это, конечно, можно корректировать, но, так сказать, нормально и спокойно. Далее был поставлен иначе вопрос, а что еще связано с дефицитом витамина Д? Вот кардиоваскулярные проблемы, больше или меньше инфаркта. Это иммунные проблемы, да? Больше или меньше аутоиммунные заболевания, в том числе диабет первого типа. Ну и нам принес основной такой ковид-пинок для изучения витамина Д и его исчезновения из аптек. Это прямая связь между уровнем витамина Д, 25 оксидей его показателя, и смертью от ковид-пневмонии. И вот здесь возникает простая интеллектуальная ловушка. А кто чаще умирает от ковид-пневмонии? А те, кто находится в домах престарелых. И мы сразу же отматываем пленку назад. А что в домах престарелых должен быть высокий уровень 25 оксидей? Это у нас серферы, да, на Гавайях? А что в домах престарелых прекрасное питание, которое всегда всех обеспечивают? То есть у нас возникают вмешивающиеся факторы. Поэтому на сегодняшний день ситуация с профилактикой витамином Д, вирусной инфекцией, новой вирусной инфекцией, такова. Сам по себе прием витамина Д не маска. Если есть какая-то умеренная недостаточность и существует дешевый способ неспецифического укрепления человека, почему им не пользоваться? Но в условиях реанимации даже добавление витамина Д не заменит другие методы спасения жизни. Поэтому это не панацея, это не спасение, не способ увеличить продажи витамина Д. Это один из тех разумных компонентов, которые нужен человеку. Это же, кстати, витамин В. Перефразируя, можно сказать, поздно пить витамин В, когда легкие отвалились, да? Грубовато, но, наверное, правда. Но это не значит, что в числе общих точек состояния здоровья, на которые мы должны обращать внимание, я вновь обращаюсь к шахтерам, которые наверняка тоже что-то в этом духе подозревали. Врач, вот та самая фигура врача, который должен быть у каждого человека, семейный врач, терапевт, который обладает определенным уровнем знаний, в числе точек контроля за состоянием здоровья может быть и это. И особенности питания, особенности образа жизни, ведущие к дефициту витамина Д, могут стать объектом обсуждения. И уж тем более, это объект обсуждения, когда мы решаем вопрос о костной ткани, о менопаузальных расстройствах и так далее. То есть витамин Д не противопоставляется йоду. Ни ведра витамина Д, ни купание в стакане с йодом не дадут бессмертия. Но физиологическое восполнение дефицита йода приготовлением пищевой и йодированной соли и обсуждение с врачом желательности оценки уровня витамина Д и принятия решения о его замещении вполне разумный подход. Галина Афанасьевна, скажите, пожалуйста, несмотря на такой интенсивный образ жизни, профессиональный, личный, большое количество задач, те сложности, которые, естественно, мы как врачи с ними сталкиваемся, вы всегда находитесь в прекрасной физической форме, смотрите на жизнь с оптимизмом. Какие ваши личные секреты здоровья и такого состояния, кроме витамина Д и йода? То есть какие еще что нужно делать человеку, чтобы оставаться здоровым, счастливым и бодрым на протяжении долгих лет? Ну, наверное, у меня всегда была хорошая семья, хорошие родители, хороший муж, хорошие дети, чувство юмора, наверное. И, может быть, я должна поблагодарить свое крестьянское детство, потому что это, наверное, такая незаменимая школа. Вот нормальная крестьянская жизнь ребенка, она... Свежий воздух, физическая активность. Понимаете, весь день у тебя структурирован просто с момента восхода солнца. Ты просто знаешь, что делать в каком-то цикле. И это естественная жизнь. Ты чувствуешь себя частью вот этой жизни. Да, и структурность, она всегда дает некую стабильность в жизни. Да, 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 структурирование, осознание того, что задача должна быть выполнена, вот она первоочередная, это, наверное, очень важно. Это даже, понимаете, вот у крестьян наверняка нет понятия воспитывать ребенка. Вот я хорошо очень знаю, что меня никто не воспитывал. Я просто должна была с дедушкой и бабушкой что-то делать. А поскольку было невероятное количество книг и журналов в силу специфики той деревенской жизни, там деревенская библиотека списывала старые книги и журналы, ну кто же на Украине выбросит то, что списал. Поэтому она где-то хранилась. И так получалось, что дом моего деда и был этим хранилищем. То есть я была ребенком, у которого была доступна куча литературы, и вот она, земля, и я думаю, что это очень важно. Если ваша бы крестьянская жизнь развивалась, то что вам ближе? Вы больше земледелец, животновод или ремесленник? Чем бы вы хотели замениваться, кроме эндокринологии? Я ужасно благодарна, что моя крестьянская жизнь не продолжала развиваться. И я вернулась в город, который дал мне вот эту нынешнюю возможность. Нет, я не земледелец, ни животновод. Я просто буду выполнять ту работу, если мне надо ее делать. И уж точно не ремесленник. Поэтому, наверное, мой гимн крестьянской жизни это тем, кто на земле живет, кто получает от этого удовольствие. Но вот выяснилось, что есть еще книги. И они меня, наверное, увели от крестьянской жизни. Это здорово. Скажите, пожалуйста, если бы вы встретились с эндокринологом, который знает ответы на все вопросы, что бы вы у него спросили и почему? Наверняка есть какие-то темы в эндокринологии, которые даже на протяжении длительной карьеры мы ищем-ищем ответы, но не находим. Вот какие вопросы вас беспокоят, как ученого, как специалиста? Что бы вы хотели узнать, чего вы до сих пор не знаете? Очень хороший вопрос. И, наверное, здесь я даже уже буду говорить не от себя, а от имени Ивана Ивановича, который когда-то, Ивана Ивановича Дедова, который, собственно, является сейчас президентом нашего центра и который создавал вот эту всю нынешнюю эндокринологию, которая перестала быть золушкой в медицинской семье. Наука о каких-то карликах или что-то еще. Вот сейчас мы переживаем такой очень сложный период, когда мы должны задать себе вопрос. Мы имеем некий уровень знаний, который сейчас мы, эндокринологи, можем использовать. Прекрасные имиджевые методики, те или иные методы определения гормонов. А что дальше? Вот в какие современные технологии мы уперлись? И кого спросить о том, что нам делать дальше? И как все наши усилия с нашими больными, которые требуют ответа здесь и сейчас? Ведь большинство эндокринных заболеваний лечатся на твердую четверку. Твердая четверка. Это не пять. То есть все равно есть какие-то издержки для больного, это хронические заболевания, которые хорошо компенсируются. А вот как нам добиться хотя бы пятерки с минусом? И вот здесь задача, которая перед нами сейчас поставлена, не мной, она поставлена Иваном Ивановичем, и она, наверное, то, что мы должны сделать. Это как современная омиксная технология использовать для решения тех задач в клинической практике, которые нас не удовлетворяют. Нам сейчас нужно новое поколение врачей. Нам нужен кто-то из студентов, кто при слове функциональная транскриптомика достаточно быстро нагуглит все те ответы, которые нужны, и на вопрос, должны ли мы использовать методы, скажем, оценки микро-РНК при вот этой вот патологии, и что это нам даст в диагностике, достаточно быстро скажет, да-да, это можно сделать так, можно так, можно так. Нам нужны, нам нужны удивительно новые студенты. То есть нам нужны клиницисты, которые могут поставить задачу, и люди с более глубокими фундаментальными знаниями, но понимающие медицину, которые могут подсказать нам, где искать ответ. Потому что иначе мы будем искать ответ, спотыкаясь, и долго-долго возвращаясь к рассказу о сельском хозяйстве. Кто, конечно, мог знать, что сажая горох, Мендель с помощью лопаты найдет ответ на такие волнующие насосы, вопросы, но сейчас нам уже нужны другие люди, способные понимать современные умиксные технологии, но вместе с тем без фанатизма и с чувством юмора. А эндокринология будущего, она какая? Эндокринология будущего ответит на многие вопросы, ну, то, что ждет любой слушатель, что вы будете делать с сахарным диабетом первого типа. Да, мы найдем способ оставить бета-клетку живой, и не сегодня на заместительной терапии, а мы вернем ей активную функцию. Сахарный диабет первого типа чаще всего на слуху. Что еще? Эндокринология будущего сможет во всех тех случаях, когда мы в силу ряда причин перешли на гипофункцию той или иной железы, в том числе и в лечении, обеспечить по образу и подобию сахарного диабета первого типа нормальное функционирование. Ну, понятно, что простой ответ на учительство ловую клетку, она за вас все сделает. Вот пока что-то как-то не получается, она не очень к этому готова. Кроме того, ну, эндокринология будущего, это, конечно, превентивная, и в первую очередь никто не будет спрашивать йод или витамин D, потому что ты больше любишь папу или маму, и все будут понимать, что решение вопроса с помощью использования йодирования, или профилактическая. Эндокринология будущего, это, наверное, преддикторно, в том числе с помощью геномных технологий. Я пока не готова ответить на вопрос, как взвесить плюсы и риски понимания всех заложенных геномных рисков, потому что гены – это гены, а их реализация достаточно много имеет факторов. Но вот это тоже должно быть в нашем поле зрения. Сегодняшняя эндокринология не может предсказать варианты эффективности нашего лечения. Конечно, будущее и фармакогеномика, и знание прецизионных геномных вариантов течения болезни позволит нам решать многие вопросы лучше. И самое главное, у нас есть большая проблема врожденных генетических аномалий, которые сегодня мы научились диагностировать, мы научились компенсировать этих детей, в том числе с рожденной дисфункцией коры надпочечников. Но нам нужно активно внедряться, это в нашем центре есть, в репродуктивной технологии, хотя бы с помощью метода ВРТ, обеспечивать рождение хотя бы в этой семье здорового потомства. То есть у нас очень много задач, и нам нужны… Ищем людей, ищем молодежь. Может быть, те, кто посмотрит наше сегодняшнее интервью, как раз заинтересуется и придет в ординатуру и повторит хотя бы частично тот путь, который вы прошли. Да, это было бы прекрасно, потому что нынешняя ординатура у нас еще будет реализовываться с помощью новых проектов центра мирового уровня, когда именно фундаментальные дисциплины придут на помощь нынешней эндокринологии. Но для этого мы, клиницисты, должны в очень концентрированной форме передать наше знание новому поколению, пока у них не усохли фундаментальные знания, и когда они будут понимать специалистов в этой области. Это очень большой вызов. Очень большой вызов. Я надеюсь, что новое поколение с ним справится. Какую награду вы считаете самой главной в своей жизни? Это может быть формальная, а может быть какая-то? Награды вряд ли даются одному человеку. Они даются вот именно человеку в той системе, в которой она есть. И поэтому отозваться пренебрежительно, а какой бы то ни было награде, нельзя, потому что это пренебрежение к труду тех людей, которые тебе помогали. Это бесспорно. Поэтому любая награда – это признание эндокринологии. Самая главная награда в моей жизни, что я стала эндокринологом. Это самое большое счастье. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok